Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Этой статьей предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. И мы с вами разберемся с тем, какое количество приговоров вынесла судебная система, сколько из них реальных, сколько условных, и какие наказания предусмотрены этой статьей, а также какое наказание предусматривал суд в своих приговорах. Ну и поговорим о том, какие же основные условия и что берет во внимание суд при вынесении наказания. Итак, за май месяц 2024 года судебная система вынесла 78 приговоров за уклонение от мобилизации, из них 32 реальных приговора и 46 условных. Напомню, разница между ними заключается в том, что после получения условного приговора человек не отбывает наказания, он освобождается от отбывания наказания. При этом и при реальном, и при условном приговоре человека признают виновным в совершении преступления в данной ситуации, в уклонении от мобилизации. Человеку выносят приговор, это обвинительный приговор, назначается наказание, но если мы говорим об условных приговорах, то человек освобождается от отбывания наказания с испытанием, как правило, сроком на один год. И человек, в принципе, все, он продолжает жить своей жизнью прежней, но у него появляются обязанности являться в органы пробации, какие-то беседы с ним будут проводить и так далее. Ну, а естественно, когда мы говорим о реальном приговоре, то там точно так же человека признают виновным, ему назначают наказание, и он его будет отбывать. А напомню, в соответствии со статьей 336 УК Украины, санкция статьи предусматривает лишь один вид наказания – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Итак, еще раз, 32 реальных, 46 условных. При этом реальных приговоров получается у нас 41%. Помните, всегда вот эта мысль есть, вот из раза в раз люди в комментариях пишут, что, ой, там можно уклониться, мол, будет все равно условка. Нет, не все равно условка будет. Условных приговоров получается сколько у нас? 60-58% там, да, с копейками. То есть у вас, ну, скажем так, 41% на то, что вы получите реальный приговор. Поэтому не нужно думать, что все получают условные приговоры. Идем далее. Что в реальных приговорах, что мы видим, какую картину. Из вот этого количества 32 реальных приговоров, 3 человека получили по одному году. И вы скажете, стоп, Олег, ты же сказал, что от 3 до 5. А как год может быть? Дело в том, что Уголовный кодекс Украины предполагает такую возможность, что суд может назначить наказание меньше, чем минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. Больше он не может назначить, а меньше может. Один человек получил приговор сроком на 3,5 года. И один человек получил 160 часов общественных работ. А все остальные получили 3 года лишения свободы. То есть приговоры достаточно, как мы видим, нельзя сказать, жесткие. Но в основном, и, кстати, эта тенденция сохраняется с самого начала, то есть дают по меньшей санкции, по 3 года. И этот год не исключение. К слову, здесь стоит отметить, что статья 336, как мы помним, законопроектом 10.379 планировалась к изменению. То есть ее хотели изменить и в 336 статью добавить, что отказ от ВЛК приравнять к уклонению от мобилизации тоже давать от 3 до 5 лет. Кто пропустил этот момент, напомню, что такое было. Но в итоге эту норму из законопроекта 10.379 убрали. И на сегодняшний день отказ от ВЛК, он приводит лишь к административной ответственности, а не к уголовной. И вот все люди, которых привлекали к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, эти люди все прошли ВЛК и были признаны пригодными, либо пригодными, скажем так, с ограничениями. Вот те, кто был раньше обмеженно-предатный, теперь они, можно назвать так, пригодные с ограничениями к службе в ТЦК и ЕСП, в частях обеспечения, в учебных центрах и так далее. То есть, сохраняется вот это правило, что человека привлечь к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации можно только в том случае, если он прошел ВЛК и был признан пригодным к воинской службе. При этом, что еще учитывают суды? Суды учитывают поведение человека и его мотивацию. То есть, если человек, например, говорит, что «да нужна мне эта ваша мобилизация», «да не хочу, я не буду служить вообще». Вот мы помним такие приговоры, кстати, были, где там люди кричат ТЦК, ЕСП – это незаконный орган, и права они не имеют, полномочий не имеют, я человек, я имею права, и все. А тут все вокруг обязаны. Вот когда суд это слышит, можете сразу, ну, по сути, обещать человеку, что у него будет реальный приговор. В то же время, если человек говорит, что, например, я не явился там по повестке на отправку в ТЦК и ЕСП, почему? Потому что у меня там больная мама. Да, она не инвалид, но она старенькая, вроде бы догляда не потребует, но ее нельзя оставить одну, потому что вот больше никого нет, я у нее один остался, мне нужно ей помогать, там все, она не может тяжелого уже поднять, хотя не инвалид опять же, да. Вот в этих ситуациях человек, в принципе, как правило, получает условное наказание, потому что суд учитывает еще и мотивацию человека, да, то есть одно дело, он в принципе там против мобилизации, против государства в этом плане выступает, а в другом случае у человека есть какие-то уважительные причины, из-за которых он не явился по повестке. Поэтому здесь вот тоже этот момент нужно учитывать, он интересен, он прослеживается в принципе, наверное, все время, пока мы изучаем эту судебную практику, и этот момент, он правильный с теоретической точки зрения, даже, да, с точки зрения теории уголовного права, теории наказания, потому что наказание должно варьироваться, да, не быть одинаковым для всех, и в зависимости там, в том числе и от внутренних мотивов, наказание можно человеку уменьшить. Как мы видим, что в этом месяце, например, уменьшали аж до 160 часов общественных работ. То есть, да, это реальный приговор, но это легкое наказание, скажем так. При этом, конечно же, что нужно понимать, что нет оправдательных приговоров. В этом месяце ни одного оправдательного приговора нет. Ну, и, в принципе, это такая редкость. Вообще, в плане, вот, в принципе, по всем делам, не только по делам, связанным с уклонением от мобилизации, в принципе, оправдательные приговоры редкость. Ну, и здесь они такая же редкость. За что людей привлекали к уголовной ответственности за уклонение мобилизации? То есть, в чем проявлялось уклонение? Все стандартно, все привычно. Человек либо отказывается от принятия повестки на отправку, либо принимает повестку на отправку, но потом не является по ней. Либо же есть люди, которые являются по повестке на отправку в ТЦК и ЕСП, но дальше отказываются от отправки. И вот, ну, и были там еще ситуации, какие люди там сбегали из автобусов, то есть, вроде бы соглашались, но сбегали потом. Вот это все. Любой из этих вариантов судом признается уклонением от мобилизации и привлекают человека к уголовной ответственности. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Информации там больше, появляется она оперативнее, чем на YouTube. Ну, а я вам пожелаю традиционно удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.